Благотворительный фонд корпорации «Монстров» наконец-то получил новый дом. Вернее, не дом, а целый особняк на французском бульваре. Это один из старейших корпусов бывшего санатория Чувырина, он же дача Анатры. Теперь же этот особняк получит новое название – «Замок Монстров». Все началось с поста в Фейсбуке. В начале года директор корпорации «Монстров» Екатерина Нажавникова сообщила, в силу финансовых трудностей они больше не могут арендовать помещение, в котором располагается благотворительный фонд. Но смутное время фонда длилось недолго. Он пришел и сказал, я тут слышал, что у тебя проблемы с домиком, и вот есть такая идея. Но я не знаю, получится это или нет. То есть мы будем пробовать, а если получится, значит вы сможете это здание спасти. Новая жизнь бывшей дачи Анатры начнется с масштабных реставрационных работ. Облик здания новые хозяева обещают сохранить. Все элементы экстерьера, которые уцелели в особняке, будут расчищены, местами укреплены и дополнены недостающими объектами. В старинную усадьбу ежедневно приезжают многопрофильные специалисты. По предварительным оценкам, примерная стоимость реставрации составит миллион долларов. В здании будет возвращено его исторический облик. То есть максимально все, что можно вернуть исторического, на новое будет возвращено. Тем более, как я уже сказал, разрушение здесь для объекта, который не используется, состояние просто замечательное. Это частный особняк жилого типа в стиле английского романтизма 1913 года постройки. В советское время здесь располагался санаторий имени Чувырина. В 2000-х годах его признали банкротом. Затем суды, захваты, снова суды. В итоге здание и территорию забросили. Здание было построено в 1913 году. Очень богатой семьей Анатра, которая в основном занималась благотворительностью. Вот как раз такой символичный акт состоялся сейчас. Семья самого авиатора Анатры в этой усадьбе практически не жила. Здание было построено для других целей и было весьма популярным среди зажиточных людей. Дом строился с целью, в общем-то, не для того, чтобы особо жить, а для того, чтобы здесь его сдавать. Потому что это было самое модное место Одессы. То есть вся Одесса летом выезжала на французский бульвар. И те, кто могли себе позволить, они его снимали. Здесь останавливались достаточно богатые люди. Что именно будет размещено в здании, пока точно неизвестно. Директор фонда планирует организовать слушание и решать дальнейшую судьбу виллы вместе с мэрией и одесситами. Мы точно знаем, что мы не будем делать здесь добрые обедки, как у нас там на других пунктах. Мы точно не будем здесь делать склад. Это здание заслуживает большего. Пока очень много идей от проведения курсов, конференций, мастер-классов, выставок, концертов классической музыки. По словам юристов, особняк будет принадлежать корпорации «Монстров» до тех пор, пока будет существовать фонд. Если организация закроется, вилла перейдет в собственность государства. В то же время директор фонда пообещала, что сделает все возможное, чтобы на этом завидном месте не выросла очередная высотка. Нарина Щеглова, Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер».